Сейчас ваша задача. Образовательная программа «Смены. 70 лет победы» разнообразная и насыщенная. Каждый день участники учатся новому. Сегодня проходит тренинг «Технология социального проектирования». Ведет тренинг преподаватель Московского педагогического государственного университета, директор направления социальных проектов и программ Светлана Шевченко. Прежде всего, важно сказать, что данная форма работы направлена для развития социальной активности у молодежи, студентов. И то технологии, которым мы их учим, это технологии социального проектирования. То есть ребята сами разрабатывают собственные проекты для того, чтобы решить какие-то конкретные социальные проблемы, которые касаются их. Это и помощь, например, ветеранам Великой Отечественной войны, какая-то дополнительная социальная помощь. Это организация каких-то интерактивных, креативных мероприятий для, в том числе, участников Великой Отечественной войны, для школьников, молодежи. То есть любые формы работы, которые призваны вовлечь и сделать более активную позицию самих ребят. Ну и, конечно, у них есть еще такой молодой запаут, креативность, много энергии. Очень важно, что они, по сути, для ветеранов Великой Отечественной войны дарят такой второй глоток свежего воздуха, радуют их. И, наверное, они, прежде всего, учатся навыкам проектного мышления. Чтобы создать проект, сначала необходимо выявить социальную проблему. Следующим этапом должна стать цель проекта. Кроме того, во время создания проекта уже необходимо рассчитать его этапы и результат. Когда мы ставим цель, нам понятно, что мы будем делать. Но не всегда мы четко представляем, что до этой цели, представьте, когда я говорила, что наша цель – это дойти до моря. Вот как мы поймем, что мы дошли сначала до столовой, до корпуса, где мы живем, до футбольного поля, до КПП. По каким маркерам? Если мы определяем результаты нашего проекта, нам очень легко потом сделать под эти результаты какие-то конкретные мероприятия. В любом деле существуют риски. Проектная деятельность – не исключение. Посовещавшись в группах, участники представляют варианты своих проектов. Мы создаем свой клуб для того, чтобы, во-первых, ветераны знали, что о них знают, для проведения их досуга, более скрасить их досуг. Потому что есть ветераны, у которых, в принципе, не осталось родственников. И нужно, чтобы они понимали, что о них помнят и о их подвигах тоже. Все проекты сменовцев будут посвящены ветеранам и помощи им. У нас наша область, как бы, Ростовская, решила внести такой социальный проект, как оказание помощи, внимание ветеранам. То есть мы понимаем реально, что в наше время сейчас все равно, как бы, какие им пенсии государство не выделяло, но им очень мало внимания уделяется. Да, мы поздравляем их на 9 мая. Да, мы можем поздравить их на день рождения. Но в будний день мы этого не делаем. А ветеранам у нас тоже хочется внимания, им тоже хочется поделиться. И очень хотелось бы особенно привлечь детей начальной школы. Мы хотим создать клуб молодежи для общения с ветеранами. Так как нашим ветеранам не хватает общения с молодежью, то мы будем создавать этот клуб, чтобы наш клуб помогал, давал знать нашим ветеранам, что они нам не безразличны. Защита проектов пройдет 8 октября. По возвращению домой мальчишки и девчонки начнут воплощать свои идеи в реальность. Продолжение следует...